Когда специалисты НАСА в очередной раз направили свои мощные приборы в сторону Марса, они и представить себе не могли, что их ждет. Неведомая сила, скрытая под толстым слоем марсианской пыли, была обнаружена благодаря новейшему оборудованию, установленному на марсоходе «Персеверанс». Насколько глубоко могли зайти эти исследования, оставалось только догадываться. Первыми сигналами стали странные магнитные аномалии, которые не укладывались в привычные модели. Они привлекли внимание геофизиков, и те направили все свои силы на изучение этой области. После продолжительных исследований было принято решение отправить туда марсоход для более старших и детализированных снимков. Камеры начали трансляцию, и исследователи были поражены. На фоне привычных марсианских ландшафтов возникли контуры. Огромные структуры, уходящие глубоко в недра планеты, выглядели чуждо и величественно. Ширина туннелей достигала десятков метров, что было слишком большим для естественного формирования. Чем глубже погружался «Персеверанс», тем более захватывающими становились кадры. Эти странные формы казались не просто следствием геологических процессов. Они напоминали нечто архитектурное. На видеозаписи можно было различить разнообразные формы. Прямые углы, арки, возможно, даже колонны. Появились предположения, что это может быть частью древнего мегакомплекса, который мог бы внести существенные изменения в наше понимание марсианской истории. Что же скрывают эти загадочные подземные конструкции? Есть ли шанс, что это доказательство наличия цивилизации на Марсе? В то время, как специалисты готовятся к следующему шагу, уже ясно одно – это открытие обещает множество интригующих тайн. Архитектурные загадки на Красной планете. По мере того, как «Персеверанс» продвигался через марсианскую пыль, на экранах исследовательских центров засияли еще более поразительные кадры. Эти структуры, разительно отличавшиеся от обычных марсианских геологических образований, заставляли ученых сомневаться в их естественном происхождении. На первый взгляд, сложные формы могли напоминать хаотичное действие природных катаклизмов, но углы и симметрия – это была уже другая история. Каждая новая деталь заставляла ученых затаить дыхание. Внутреннее строение этих туннелей раскрывалось медленно, словно не желая сразу раскрывать все свои секреты. Виден был четкий рисунок линий, которые образовывали величественные арки и прямые углы. Эти архитектурные элементы указывали на наличие развитой инженерной мысли. Кроме того, на некоторых участках удалось обнаружить кромки, напоминающие лестницы, что наводило на мысль об использовании конструкций для перемещения. Как только стало понятно, что это не просто хаотические формы, началось более детальное изучение. Высокоточные лазеры Perseverance позволяли исследовать поверхности, и уже вскоре на некоторых из них стали замечать следы обработанных материалов. Это вызвало волну обсуждений среди ученых. Если это не природное образование, значит ли это, что когда-то здесь были те, кто мог это построить? Тем временем снимки продолжали поступать, и на них появились новые элементы, которые заставляли задуматься о функциональности этих сооружений. Углубляясь все дальше, марсоход передавал данные, которые только усугубляли загадку. Возможно, самые значимые открытия ждут впереди, но уже сейчас ясно. Мы на пороге великих открытий, которые могут изменить наше понимание Марса и его прошлого. Подземные тоннели. Технологические чудеса или природные лабиринты. На фоне картины далеких марсианских просторов, внимание исследователей резко привлекли сети загадочных тоннелей, простирающихся на многие мили под поверхностью. Их странно ровные стены и геометрически четкие формы выдавали нечто большее, чем просто случайное творение природы. Величественные арки, явно спроектированные с определенной целью, пролегали в недрах, словно следы давней и, возможно, высокоразвитой культуры. Эти тоннели не только поражали своими масштабами, но и обескураживали. Их существование вызывало множество вопросов. Продвигаясь глубже, Персеверанс проезжал по структурам, которые, казалось, хранили в себе следы давно ушедших времен. Инженерная точность углов и идеально параллельные стены указывали на нечто большее, на возможность наличия развитой системы, которая могла бы быть основой инфраструктуры, если бы действительно существовала цивилизация. Обнаружив элементы, которые, казалось, аккуратно врезались в стены, исследователи стали размышлять о том, что такие поверхности могли служить системой для подвода ресурса или даже вентиляции. Эти необычные находки задали новую волну исследований. Съемка дала понять, что некоторые участки покрыты материалами или минералами, которые невозможно объяснить простыми геологическими процессами. Возникли предположения о том, что материалы могли быть обработаны искусственными инструментами. Характеристика таких материалов стала предметом ожесточенных научных дискуссий. По мере того, как марсоход прокладывал путь сквозь марсианские недра, новейшие снимки пробуждали жгучее желание узнать, что еще скрыто в этих древних лабиринтах. Следы, ранее считавшиеся природными, теперь выглядели как потенциальные артефакты, указывающие на скрытые знания и технологии. Как будто сама история Марса раскрывала свои древние страницы, вызывая у исследователей непреодолимое стремление найти разгадку в этих загадочных тоннелях. Код расшифрован — возможные символы древних цивилизаций. На фоне продолжающегося исследования казалось, что найденные структуры хранят больше тайн, чем могли представить ученые. Взгляд исследователей прикован был к стенам тоннелей, где под слоями пыли вскоре стали видны странные знаки. Эти символы, явно выбитые или выгравированные, вызывали настоящий ажиотаж, ведь они могли быть ключом к пониманию цели этих сооружений. Их удивительная сложность и разнообразие форм указывали на наличие некой системы или кода, который, возможно, использовался для коммуникации или навигации. Когда изображения были проанализированы более тщательно, оказалось, что эти символы следуют определенной последовательности и повторяются на значительных расстояниях. Исследователи предположили, что это может быть древний алфавит или система меток, которые могли бы оказаться частью марсианской письменности. Появилась гипотеза о том, что мы, возможно, имеем дело с остатками информационной системы, оставленной некогда могущественной цивилизацией для потомков или как предупреждение для будущих исследователей. В процессе анализа данных ученые начали искать аналогии с известными земными символами, чтобы попытаться расшифровать эту необычную находку. Разработчики программного обеспечения и лингвисты начали совместную работу, надеясь создать компьютерную модель, способную предложить возможное расшифрование. Эти старания могли стать величайшим научным прорывом, если бы удалось определить, что означают эти символы. По мере углубления в изучение загадочных знаков возникли намеки на сложные математические формулы или астрономические наблюдения, которые могли указать на технологический уровень и познание их авторов. Знание этого кода может быть ключом к пониманию марсианской культуры и, возможно, доказать, что на Марсе действительно существовала интеллектуальная жизнь. Но на данный момент каждый новый символ только подливает масло в огонь загадки, обещая еще более удивительные открытия в будущем. Древние технологии. Как выглядели механизмы Марса? Продвигаясь все дальше в недра Красной планеты, марсоход начал передавать изображения, которые изменили все представления о возможностях древней марсианской цивилизации. На снимках стали отчетливо видны сложные механизмы, встроенные в стены туннелей. Эти структурные элементы, казалось, были частью некой системы, возможно, управляющей или функциональной. Металлические конструкции, покрытые странными символами, вызывали неподдельный интерес ученых. Анализируя их, исследователи пришли к выводу, что они могли быть частью древней инфраструктуры, использовавшейся для транспортировки или даже энергетического обеспечения. Эти механизмы, многие из которых сохраняли следы сложной обработки, вероятно, выполняли роль регулирующих устройств. Находка подобных компонентов вносила элемент интриги. Что же еще скрывают эти подземелья? Болты и крепления, найденные на поверхностях, подтверждали теорию о высоком уровне технологии, использованной марсианами. Изучая снимки, исследователи задались вопросом, можно ли восстановить работу этих механизмов, сумевших пережить тысячелетия. Далее были обнаружены небольшие камеры, которые могли служить резервуарами или хранилищами для неизвестных веществ. Структура этих камер указывала на сложные инженерные решения, сохранившиеся в условиях сурового марсианского климата. Вскоре были замечены узкие каналы, тянущиеся по всей длине туннелей. Они могли быть водопроводными или энергетическими линиями, обеспечивавшими работу древних механизмов. Исследователи начали более детальное изучение, чтобы выявить состав и назначение неизвестных материалов, которые покрывали эти устройства. С каждым новым открытием становилось ясно, эти механизмы могут кардинально изменить наше представление о технологиях, использовавшихся на Марсе. Возможно, однажды их секреты помогут нам понять, каким образом марсиане использовали ресурсы своей планеты и какие цели преследовали. Открытие этих древних технологий подогревает интерес ученых, ведь они могут скрывать в себе ключ к пониманию не только прошлого Марса, но и потенциала для использования новых технологий в будущем. Марсианская атмосфера. Что скрывают подземные камеры? По мере того, как марсоход углублялся в недра Красной планеты, его камеры начали фиксировать нечто невероятное. Позади слоев пыли и камней обнаружились помещения, размеры которых поражали. Эти подземные камеры, казалось, являлись частью грандиозной инфраструктуры. Но что именно они скрывали внутри своих массивных стен? Исследователи пришли в неописуемое волнение, когда датчики начали фиксировать нечто непредсказуемое. Могла ли это быть активность, связанная с атмосферой, или древние вентиляционные системы? Обработка полученных данных показала, что внутри этих камер температура и давление отличались от привычных марсианских условий. Это открытие поставило перед учеными множество вопросов. Могли ли эти камеры поддерживать специфичный микроклимат? И если да, то зачем? Внимание привлекли узкие отверстия, которые, как предполагалось, использовались для циркуляции воздуха. Находка остатков неизвестного материала под стенами натолкнула на мысль о возможных древних системах очистки или стабилизации атмосферы. Дальнейшие исследования выявили следы газа, который не был зафиксирован в других частях Марса. Этот факт породил множество гипотез, среди которых наиболее смелое существование когда-то автономной экосистемы. Исследователи, не переставая анализировать данные, строили возможные модели функционирования этих помещений. Один из ключевых вопросов – почему эти камеры были сооружены так глубоко под поверхностью и каковы были их истинные цели? Изучение подземных камер продолжалось, выявляя все новые детали их конструкции. Они были покрыты слоем минералов, которые могли стабилизировать внутренние условия. Возможно ли, что когда-то здесь существовала жизнь, поддерживаемая этими системами? Количество вопросов росло с каждым новым шагом марсохода, и уверенность в том, что нас ждет нечто поистине великое, становилась неоспоримой. Впереди ждали открытия, которые могли изменить наше представление о возможностях жизни на Марсе. Возможное сияние жизни – следы неизвестного происхождения. По мере того, как исследователи углублялись в подземные камеры, их внимание привлекли загадочные следы, оставленные на стенах и полу. Эти отметины, которые могли быть следами минувшей жизни или деятельности, были слишком сложными, чтобы быть просто результатом природных процессов. В некоторых местах были обнаружены кристаллические образования, которые, по мнению ученых, могли свидетельствовать о биохимических реакциях, происходивших в этих камерах. Анализ образцов указывал на возможное органическое происхождение некоторых минералов, что подогревало интерес исследователей к предполагаемой экосистеме, существовавшей на Марсе в далеком прошлом. Марсоход продолжал передавать данные, и в один момент камеры зафиксировали излучение, ранее не встречавшееся на поверхности Красной планеты. Эти слабые, но четкие сигналы заставили ученых изрядно напрячься, что если это действительно свидетельство древней жизни или энергии, когда-то использовавшейся марсианской цивилизацией, эти находки открывали новые горизонты для предположений, а также заставляли задуматься о потенциальной возможности восстановления былых технологий. Более детальное исследование показало, что излучение концентрировалось в определенных точках, возможно, указывая на важность тех или иных участков. В попытках разобраться, ученые сопоставляли полученные данные с известными на Земле явлениями, чтобы выявить их природу. Особый интерес вызвали участки, на которых были обнаружены следы, похожие на отпечатки. Эти формы натолкнули на мысль, что когда-то в этих местах могла находиться вода или другие жидкости, что создавало благоприятные условия для жизни. С каждым новым открытием становилось очевидно, что следы, оставленные в полумраке марсианских подземелий, хранили в себе ответы на многие давно заданные вопросы. Впереди ученых ждали удивительные и, возможно, даже эпохальные открытия, которые могли бы существенно изменить наше понимание истории не только Марса, но и всей Солнечной системы. Загадки времени. Что оставили марсианские предки для будущих поколений? Исследования продолжались, и вскоре были найдены структуры, которые могли служить неким хранилищем знаний, оставленных марсианской цивилизацией. Среди обломков и пыли обнаружились таблички из материала, напоминающего металл, с выгравированными на них символами и схемами. Эти артефакты, судя по всему, были тщательно скрыты в специально подготовленных нишах, что указывало на их значимость. Они могли быть чем-то вроде летописи марсианской культуры или даже руководством каким-то действием. Возможно, именно здесь находился ключ к пониманию технологии, которая позволяла марсианской цивилизации процветать в условиях суровой планеты. Некоторые из символов на табличках напоминали созвездия, что навело ученых на мысль о том, что марсиане могли оставлять информацию не только о своей планете, но и о своей связи с космосом. Анализируя схематические изображения, исследователи предположили, что марсианская цивилизация имела глубокие познания в астрономии и, возможно, использовала их для навигации или даже передачи сигналов в другие уголки Солнечной системы. Особое внимание привлекли объекты, которые могли быть аналогами наших серверов или библиотек данных. Разнообразие материалов, из которых они состояли, указывало на высокую степень технологического развития. Разобраться в их назначении и принципах действия будет непросто, но если это удастся, то перед людьми откроются совершенно новые горизонты познания. Продолжение исследования показало, что подземные сооружения могли иметь еще более сложную систему туннелей, которые уходили вглубь. Возможно, именно там скрываются ответы на многие вопросы, касающиеся марсианской цивилизации. Открытие таких артефактов вселяло надежду на то, что разгадки прошлых эпох помогут нам не только понять, что произошло на Марсе, но и предупредить аналогичные события на Земле.